И в этом году День открытых дверей в Венсполском техникуме был насыщенным. Молодых людей познакомили с учебным учреждением, провели экскурсии по мастерским, кабинетам и гостинице. В начале Дня открытых дверей всех встретила директор Венсполского техникума Кристина Вагнера, которая показала всем присутствующим интересную презентацию о техникуме и его возможностях. Как призналась Кристина Вагнера, проведение Дня открытых дверей – неплохая возможность для молодых людей познакомиться с техникумом лично. День открытых дверей – очень хорошая традиция. Техникум открывает свои двери максимально широко, открывает свои мастерские и лаборатории, гостиницу. И любой желающий может погулять по школе, познакомиться с ней, получить самую прямую информацию, поговорив с педагогами, учениками, узнать о каждой профессии. Я рада, что молодые люди очень интересны. У меня была возможность поговорить с некоторыми из них. Стало понятно, что они делают целенаправленный выбор, оценивают, будет ли работа после учебы, и есть ли возможность во время учебы поехать на практику в другие страны. В пятницу в стенах техникума гостило около 90 старшеклассников. Вместе с будущими специалистами по деревообработке молодые люди могли изготовить скворечники, поработать с оборудованием для металлообработки и понаблюдать за мастерством студентов техникума, которые постигают азы кулинарного искусства. Большинство старшеклассников приехали в Венсполс из соседних городов. Были и гости из Алсунги. Почему вы решили сегодня приехать в Венсполс? Я хочу узнать побольше о профессии, которую я выбрала. Хочу учиться по специальности гостиничный бизнес. А вам не страшно отпускать дочь в Венсполс? Если это будет ее решение, это же ее выбор, ей нужно выбирать свой жизненный путь. А почему решил приехать сюда сегодня? Я живу недалеко, мне интересно узнать побольше о профессии, которую я выбрал. Но это секрет, я хочу увидеть, что подготовил техникум. Всех старшеклассников, приехавших на День открытых дверей, встречали нынешние студенты Венсполского техникума. Двое из них, Никс и Дагния, приехали на учебу в Венсполс из края. Сейчас мы регистрируем школьников, которые, возможно, хотят прийти и учиться сюда, хотят познакомиться с техникумом. Мы записываем их. Многие записались. Список достаточно большой, люди все идут и идут. Я выбрала учебу в Венсполском техникуме, потому что много друзей тут учатся. Очень классные педагоги, отзывчивые. Недалеко от дома можно будет приобрести хорошую профессию. Тут хорошо, тут есть та профессия, которой нигде не было, поэтому я и выбрал техникум. Конечно, познакомиться с предложением техникума пришли венсполсчане. Кто-то привел с собой друзей. В электротехническую мастерскую заходили и девочки. Я приехала к друзьям, и они мне сказали, что здесь сегодня День открытых дверей, поэтому я решила, почему бы не посетить. Это просто как экскурсия или серьезное решение? Нет, это просто экскурсия. Меня тоже друзья сегодня сюда привели, я как бы еще не решила, куда идти. Вот смотрю, думаю, что сделать, куда сказать, идти. Что-то конкретное интересует в техникуме? Ну, скорее всего, повар или косничный бизнес. Я еще не очень решила. Мне понравилось, как готовили блины, и это было очень интересно и занятно. Ты знаешь, что готовит первокурсник? Первокурсник? Нет, не ожидала. Я думала, второй курс хотя бы или третий. Если пойдешь на повара, может быть, уже на первом курсе так же смотришь? Да, гоним вокруг, это весело. Задавали ли вам какие-то вопросы? Я не сделал. Да, спрашивали, что же это за мастерская, чему тут можно научиться, какая основа в обучении. Это лаборатория энергетики, тут учат физику и занимаются изготовлением схем, учатся искать ошибки, что они и не любят делать. И в этом году Венсполский техникум пригласил на день открытых дверей друзей из Венсполской высшей школы. Студенты школы, приехавшие из других стран, познакомили гостей техникума со своей национальной кухней. Это дымрама, узбекское блюдо национальное. Оно состоит из картошки, капусты, мяса, морковки, ну и других овощей. И также у нас есть узбекская сладость, пахлава, надеюсь, вы слышали, узбекскую версию пахлава, турецкую пахлаву. Но это совсем другая, это узбекская и совсем там другие ингредиенты. А кто готовил, если не секрет? Готовила я и помощник. Я уже здесь второй раз на этом мероприятии. И нам очень нравится то, что нас приглашают каждый год. И у нас есть возможность презентовать наше блюдо и нашу страну. А в прошлом году большой интерес был вообще к вашим блюдам, к историку вашему? Да, да, да. В прошлом году мы готовили плов и узбекское самцо. По словам Кристины Вагнера, многие из старшеклассников, которые посетили техникум, задавали конкретные вопросы, что может свидетельствовать о целенаправленности молодых людей. У нас есть возможность разместить студентов из других городов в гостинице. Это будущие энтузиасты Венсполса. Венсполский техникум выбирают и потому, что мы находимся именно в Венсполсе. В рамках неоткрытых дверей любой желающий мог погрузиться в учебную атмосферу техникума, пообщаться с его педагогами и студентами, чтобы совсем скоро сделать свой выбор.